здравствуйте приветствую вас на канале мой спорт хит и сегодня обзор на линейку сандалий соломон которые есть которых нет но заказать их возможно такой вкратце небольшой обзорчик потому что вот этот обзор вот на эти вот вот эти сандалия выпускал прям вот совсем недавно про эти я тоже там вставлял картинки но сейчас они у нас есть живую как бы пришли для клиента и вот эти вот уже не совсем сандалии это целые кроссовки и вот это все а вот еще есть вот такие вот сланцы в них как все говорят мне какие-нибудь дайте чтобы не приели ноги да я им говорю вот возьмите кроссовки вот даже такие не это все игру вот тогда а как я в них буду ходить где-нибудь там в городе но в ноги кстати приют во всем все равно то есть 20 градусов плюс вот это вот но терпимо да вот это вот это будет нормально но все равно когда будет 25 кроме как вот это ничего не спасет но в этом кроме как возле пляжа еще где-то сильно не походишь так что тут сами думайте как вам и в чем ходить а так я хотел про них рассказать про вместе и все сравнить чтоб вы детально рассмотрели чем они друг от друга отличается потому что до этого большого обзора будут еще на каждый то есть на этих уже есть обзор на эти будет отдельно на эти будет отдельно а сейчас просто все вместе по просто посмотрим близко приблизимся как они будут по подошве в чем отличие в чем отличие по носкам скажу какая нога в какие залезет широкая узкая и так далее какие по размеру какие лучше брать хотя это говорю в каждом видео но все равно еще раз повторюсь а так приближаемся и так приблизились сейчас все подробно рассмотрим начнем с подошвы отличие всех подошв вот вот но сланцы сланцы я думаю так сильно чего обозревать в них хорошо и долго можно ходить но только на такие дошел куда-то присел там зашел в гостиницу еще очень то есть но такие вот походы хотя они комфортные мягкие амортизационные мы их дальше рассматривать не будем вот эти три модели вот смотрите подошва по подошве все модели анфибий у всех подошва будет вязкая для ходьбы по мокрым камням переходом речки еще что-то и так далее вот в экс ультримихаре вот в этой подошве можно не только ходить в ней можно так небольшую пробежку совершить в этих сандалях во всех вы уже не побежите по что это уже сандалий у них пятка так четко не фиксируется как в экс ультримихаре по рисунку но разный рисунок да вот это вот вообще нах вот этой третья серия тех амфибий она на мокрых камнях на всем таком цеплялась классно вот это тоже будет цепляться вот эти уже попроще вот это все таки сейчас мы их перевернем я отличие еще покажу небольшое а вот это вот тех амфибия 4 который сейчас выпускает и тех амфибия 3 вот это вот классная модель до который сейчас уже не делают 3 этих амфибия вот это вот она стала конкретно городская то есть я не знаю как не ходить там какие-то походы еще что-то скорее всего нет у ней подошва уже для асфальта больше предназначена это все-таки она превратилась в амфибию но городскую то есть воду в ней зайдете все нормально быстро высохнет но это опять же все стало больше напоминать для города то есть уже не какой-то туризм еще что-то то есть какие-то прям речки еще что-то да она легкая но все-таки это не то но это тоже такое мнение не только моё но еще и наших клиентов вот теперь по переднику у всех идут накладки ну вот здесь вот видите в тех амфибия 3 и ой 4 и 3 до отличие да здесь все запаяли облегчили все сделали да и здесь здесь все-таки жесткая накладка вы предназначить чтобы лазить их как туристу везде там по сучкам там по горам и ведь ну короче можно спокойно лазить но и мехари у них уже резиновая накладка они конечно уже больше имеет вид кроссовка чем как говорится сандалий но опять же тоже сандалии вот дальше по сетке сетка здесь простая сетка такая здесь получше сетка она более капроновая мелкая и дышит ну и это это конечно это это продуваем а но по качеству это самая простая сетка потом вот это вот это вот это это сетка уже с капроном они такие уже износостойкие и их просто так тоже ну подцепишь но все равно они получше по качеству в живую я вижу и как бы знаю по носкости не получше да по подошве по подошве можно сказать так это амортизационная подошва и это амортизационная подошва мягкая и вот это мягкая подошва мастер и это тоже мягко мастер за лучше всех подошвы это вот 3 техамфибия и мехарик лучше мягче амортизационный но опять же для города вы особо не почувствуете дальше самое большое отличие то есть если у вас стопа широкая то вот про эту модель забудьте широкая стопа взъем чуть больше обычного либо вообще большой взем сюда вы не залезете она здесь узкая то есть эта модель для средней узкой ноги с небольшим взъемом все то есть практически всех кто любит ходить летом и в основном у многих нога широкая ну многих прям она продаваться после того как они сделали вот четвертая и было третье продаваться перестала мы его больше не заказывали все а вот это как я и говорил но предыдущем видео вот эта модель она похожа вот на типа 3 на 3 вот она вам живую 3 вот это просто сетка а здесь дырочки да ну третье она была намного лучше во первых она завязывается видите докуда то есть как и это у них идет завязка чуть ли не на носке чем дальше завязка тем круче фиксация стаки стопы идет прижим стопы ну к подошве да и она круче фиксируется то есть вот этих болтаний всяких не будет во вторых она на ногу идет среднюю широкую нормально идет в трейдер у них взъем любой взъем в эту модель входит в эту модель любой взъем входит в эту модель тоже любой взъем входил по материалам здесь материал классный вот этот верх весь намного интереснее здесь больше такая синтетика проще но она и стоит дешевле да здесь вообще здесь и сенсофит есть здесь и вот это все тоже сделано так что здесь или шнурки другие все это затянется обтянет вашу ногу но этот кроссовок это целый кроссовок и фиксация пятки у него тут целая одну тут пятка как у кроссовка но они такие же проветриваемый как и эти и в них можно ну может быть в этих больше в воду можно в этих меньше но все равно у этих функционал намного круче да не знаю почему них не стали делать офигенная модель и стоила она там ну единственно что по моему стоимостью было где-то в районе 8000 рублей где-то так то ли 7 500 примерно так а это примерно 7 стоило это 7 вот это тоже 7 стоит но эту сейчас уже не делать и и не будет я тот год последний выпускали эта модель как я говорил удешевленная попроще и везде фиксация пятки вот здесь пятка фиксируется здесь фиксация вот здесь фиксация его здесь вот это надежный фиксатор вот этот фиксатор он проще все разбалтывается за год носки пятка может течение дня вот так отходить то есть его зафиксировали все вот здесь надо зашивать и потом только шнурками фиксировать залазить это недостаток единственный плюс этой модели у ней классно складывается пятка по сравнению со всеми другими моделями у ней лучше всех классно складывается прям в пол четко потому что она тонкая складывается тонкая складывается четко здесь она толще но с дополнительными видите вот эти выпуклости это дополнительные вы пяткой на них будете вставать это дополнительное удобство и амортизация ну вот так вот по подошве все сказал по здесь как они оформлены сказал короче разность вы и так понимаете вот это вот разность что не сказал сейчас на видео и пишите в комментариях что хотите какие-то что-то не сказал появились дополнительные вопросы напишите под видео отвечу а еще не сказал кстати про размер то есть как они сидят вот это вот сидит размер в размер ну то есть носите 25 или там 29 29 постельки берите это чуть чуть мало мере то есть носите размер там 8 берите 8 с половиной это размер размер эту берите тоже чуть больше то есть если носили носили допустим семь с половиной или носили восьмерку до восьмерка вам вроде нормально было ну вы может чуть побольше вот как раз эта модель не поймешь ее вроде нужно если вот для города то лучше брать 8 допустим носили восьмерку возьмите восемь с половиной как раз будет то самый то есть если я ношу девятку я бы в ней взял девять с половиной если именно для города не бегать не лазить а вот так по лесу походите в городе походить вот такая моя рекомендация по подошвам все рассказал вроде все вообще рассказал мерить я их уже мерил все эти модель да вот эту модель кстати rx и про нее про размер могу одно сказать лучше брать на пол размера больше но опять же у кого как пальцы торчат то есть тут нужно понимать она сядет и когда размер размер возьмете сядет возможно но лучше брать на пол размера больше вот эту модель все равно не выпрыгните но будет палец не вот здесь сидеть ну вот здесь без разницы пятка у ней тоже такая фиксированная то есть утоплены нога никуда не дернется и вам она не нужна чтобы прям все четко было потому что вы в ней все равно долго где-то там ходить не будете то есть это все возле пляжа для пляжа и так далее то есть лучше для этого вот так что вроде все рассказал подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и всем пока